Все, вы здесь эту камеру закройте, увидите, ага, и закройте камеру. Да-да-да, да-да, да-да-да. Вон вам там вообще написали. Здесь? Вот-вот, сообщит на этот чат. Ну, пока вы один. Классно. Так, все, я начинаю. Да, читайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя тема – нарушение сердечного ритма – дифференциальная диагностика. Факторы риска – методы диагностики тахикардии, брадикардии, аритмии у беременных. Аритмия – сердце от греческого – несогласованность, нескладность, патологическое состояние, при котором происходит нарушение ритма, а частоты, ритмичности, последовательности, возбуждения, сокращения сердца. Аритмия – любой ритм сердца, отличающийся от нормального синусового ритма по критериям Смирной Организации Здравоохранения. Нарушается нормальная сократительная активность сердца, что может привести к целому ряду серьезных осложнений. Термин аритмия объединяет различные по механизму, клиническим проявлениям и прогностическому значению нарушения образования и проведения электрического импульса. На картинке мы видим нормальную электрокардиограмму с синусовым ритмом с частотой 65 ударов в минуту, срединное положение электрической оси сердца. То есть электрокардиограмма у здорового человека – норма с синического телосложения. В обычной жизни, когда с сердцем все в порядке, человек, как правило, не ощущает биение сердца и не воспринимает его ритма. При проявлении аритмии явно чувствуется перебой, замирание сердца или хаотическое сердцебиение. Картинка дыхательная, синусовая аритмия у здоровых, может быть, людей с высокой активностью парасимпатической нервной системы, вдох-выдох. То есть на выдохе частота сердцебиения замедляется, во время фазы вдоха частота сердечных сокращений значительно ускоряется. Аритмии могут проявляться потери сознания, причиной которого является резкое снижение сердечного выброса, снижается артериальное давление, что приводит к уменьшению кровоснабжения головного мозга. Для типичных приступов моргания Эдамса-Стокса характерна полная внезапность, отсутствие ауры, кратковременность и быстрое восстановление исходного самочувствия после приступа. Факторы риска нарушения сердечного ритма. Заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертонии, ишемическая болезнь, кардиомиопатии, врожденные и приобретенные пороки сердца. Они практически всегда приводят к развитию различных аритмий. А заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение, вредные привычки, курение, алкоголизм, наркомания и даже злоупотребление крепким чаем, кофе. Прием слабительных диуретических лекарственных средств нередко становится причиной электролитного дисбаланса, выражающегося в нехватке калия и магния, обеспечивающих нормальную работу сердца. Озрелый возраст, факторы эскаритмии, связанные с естественным ухудшением работы сердца. Регулярное прохождение электрокардиограммы рекомендовано всем лицам, достигшим 40-летнего возраста. Для оценки сердечного ритма и проводимости необходимо определить частоту ритма, регулярность возбуждения предсердия и желудочков, вид возбуждения предсердий. Форма и продолжительность желудочковых комплексов, связь между возбуждением предсердия и возбуждением желудочков и дальше для каких аритмии характерны выявленные на ЭКГ признаки. Орегулярность ритма может периодически нарушаться, а постепенным или скачкообразным урежением и учащением. Вот мы видим на электрокардиограмме скачкообразное урежение и учащение. А запаздыванием или отсутствием очередных комплексов наличием второго ритма. Картина сина от реальной блокады второй степени. То есть сверху мы видим выпадение комплексов КРС и зубца П перед КРС. Дальше это же кардиограмма с выскальзывающим желудочковым комплексом. Обратите внимание, это не экстрасистово по соответствующей классификации, это именно выскальзывающий комплекс на фоне синатриальной блокады. Возбуждение предсердия отражается на электрокардиограмме с синусовыми зубцами П, эктопитерскими зубцами П в штрих, постоянной или изменяющей формы, и волнами трепетаниями Ф, если они крупные, и волнами мерцания Ф маленькие. Предсердный ритм с частотой 63 удара в минуту. То есть почему он предсердный? Второе отведение нам нужно посмотреть и отведение АВР, критерии синусового ритма. Если во втором отведение зубец П положительный, а в АВР отрицательный, здесь мы, соответственно, видим наоборот, что в АВР положительный зубец П, а во втором на отрицательный. То есть это у нас нижний предсердный сердечный ритм. Препетание предсердий с проведением 2 к 1, высокая частота сердечных сокращений, почти 150 ударов в минуту, и та же самая картина в более лучшем разрешении. В отведении В1 мы видим на две крупные Ф-волны одно сокращение желудочков. То есть правильное проведение 2 к 1. А форма желудочковых комплексов в одном отведении ПГ может быть постоянной или непростоянной. В свою очередь она может изменяться за счет начальной или за счет конечной частей комплекса QRS. Ну вот, например, мы видим изменение и начальной, ну то есть всего QRS за счет желудочковой экстрасистолы. Синусовый ритм с частотой 65 ударов в минуту, горизонтальное положение электрической оси, удлинение интервала КУТЭ, ЛОН-КУТЭ-синдром, 0,52 секунды. А форма желудочковых комплексов может иметь вид, характерный для блокады той или иной ножки пучка ДИСа, либо ее ветви. Продолжительность желудочкового комплекса нормальная, может быть 100 миллисекунд, 0,1 секунды включительно, может быть умеренно увеличена до 120 миллисекунд, или может быть значительно увеличена, когда мы говорим о наличии полной блокады. Что мы здесь видим? В отведении В1 это особенно хорошо заметно. Комплекс имеет слегка деформированный вид, но если посмотреть по клеткам, как раз чуть-чуть меньше 120 миллисекунд, то есть мы имеем неполную блокаду правой ножки пучка ДИСа. А вот то же самое, смотрим крупным планом отведение В1, хорошо видно, признаки гипертрофии предсердия немного есть, двухфазный зубец П, а синусовой ритм при блокаде правой ножки, полная здесь блокада с частотой 66 ударов в минуту, здесь уже выраженная деформация комплекса, то есть он очень широкий, явно больше 120 миллисекунд, а синусовой ритм при блокаде левой ножки с частотой 73 в минуту, то есть резкое расширение деформации комплекса в отведениях левых это В5, В6, ну и в отведении В1, В2, напоминает, может быть, постинфарктные немножечко изменения. А связь между возбуждением предсердия и желудочков может быть постоянной, то есть зубцы П регистрируются перед каждым КРС с постоянными интервалами, в норме это 120-200 миллисекунд, может быть, соответственно, укороченный интервал, меньше чем 0,12, и может быть интервал удлиненный, превышающий 0,200. Зубцы П регистрируются перед комплексом КРС, на нём, может быть, сливаются, или после него на каком-то постоянном расстоянии. Синдром Вольф-Паркинсон-Улайта. ФИП А, преждевременное возбуждение базальных отделов левого желудочка, положительная дельта-волна в отведении В1, право грамма. А в отведении АВЛ смотрим изменения псевдоинфаркта. То есть, если у человека вдруг по каким-то причинам появилась в этот момент боль в области сердца, то можно допустить такую довольно грубую ошибку, как воспринять это как острый инфаркт боковых отделов сердца. То есть, мы видим, что отведение АВЛ с глубоким комплексом типа QS в некотором подъёме сегмента ST выше изолинии. То есть, нам надо внимательно оценить все отведения и найти дельта-волну положительную. Хорошо это видно, например, в третьем стандартном отведении. Второе. Может быть непостоянный или отсутствовать. После зубцов П не всегда определяется комплекс QRS, а интервалы ПК могут быть, соответственно, постоянно или могут быть изменяться. Ну и, наконец, вариант, когда связь предсердных волн или возбуждение желудочка вообще отсутствует. То есть, каждый идёт в своём собственном ритме. Так, атривентрикулярная блокада второй степени, регулярный ритм с частотой 46 ударов в минуту. То есть, смотрим второе отведение, подписаны зубцы П. Зубцы П идут на одинаковом расстоянии, то есть, интервал ПК он стабильный, но при этом каждый второй комплекс у нас выпадает. То есть, чётко видим, что зубцов П в два раза больше, чем комплексов QRS. Полная атривентрикулярная блокада атривентрикулярная блокада третьей степени. Зубцы П идут в своём собственном ритме никак не связаны с комплексом QRS. Анонсельник электрокардиограммы в указанной последовательности, то есть, то, что мы говорили вначале, позволяет выявить имеющиеся нарушения сердечного ритма и проводимости или, как минимум, очертить круг аритмии для дифференциальной диагностики. Диагностика аритмии, какие могут быть методы? Ну, помимо стандартной электрокардиографии, которая не всегда позволяет нам узнать диагноз, а возможно, например, ЭКГ высоких разрешений. Вот то, что предоставлено на этом снимке. То есть, суммируется достаточно большое количество циклов до нескольких сот и на основании этого большого количества циклов, то есть, проводится анализ. Кардиоритмография, примерно то же самое. Ультразвуковое исследование сердца, нагрузочные пробы, коронарная ангиография, очень широко используемый метод холтеровское мониторирование электрокардиограммы, которое может занимать в стандартном варианте 24 часа, иногда используется 48-часовой или даже большее мониторирование. Через пищеводную электрическую стимуляцию в отдельных случаях, ну и иногда нам может понадобиться врач-психотерапевт, если причиной аритмии является состояние больного, его душевное состояние. Показания холтеровского мониторирования. Ну, еще раз, это наиболее, в общем-то, важный на сегодняшний день метод в арсенале кардиолога-аритмозга используется широко. Диагностика неясных симптомов, которые могут быть связаны с аритмиями. Синкопальное состояние, перебои в работе сердца и так далее. Оценка тяжести и риска желудочковых аритмий. Оценка эффективности антиаритмической терапии при желудочковой экстрасистолии. Частых пароксизмов наджелудочковой и желудочковой тахикардии. Оценка механизма запуска и купирования при частых пароксизмах аритмии. Исследование вариабельности сердечного ритма. Ну, вот, например, контроль за работой искусственного водителя ритма. В ожидаемый момент времени стимуляции не происходит. Зубцы Т ошибочно интерпретируются, как зубцы Р, и счетчик времени каждый стимулятор сбрасывается. При ошибочной детекции зубца П с него начинается интервал, насчет интервала соответственно сердечного цикла. В этом случае чувствительность или рефракторный период детекции необходимо перепрограммировать. Ну, переходя, так сказать, на общий язык, что у нас мы видим. То есть, мы видим синусовую брадикардию, она достаточно тяжелая, имеется блокады, может быть, даже здесь, но очередного кардиостимулятора не срабатывает из-за того, что он рассчитывает, что комплекс начинается вот с высокого зубца Т. То есть, таким образом, интервал у нас получается достаточно большой. Не одну секунду, а существенно больше, чем надо. А в рябинности сердечного ритма тест, применяемый для оценки вегетативной регуляции симпатовогального баланса в организме ритма сердца. Измерение в рябинности сердечного ритма позволяет оценить вероятность развития потенциально опасных аритмей и внезапной сердечной смерти. Наибольшая прогностическая информация для оценки низкожизнеугрожающих аритми обладает временной показательности вариабельности сердечного ритма, оценивая именно при 24-часовой регистрации электрокардиограммы. То есть, в отличие от обычной кардиографии, которая проводится в течение обычной 10 минут, а суточная является более значимой. Ну, в общем-то, это логично. Проба с физической нагрузкой. Проведение тестов с физической нагрузкой прежде всего показано лицам, у которых аритмия провоцируется физической нагрузкой. Выполняется по стандартной методике с использованием велоэргометра или беговой дорожки трендмила. При пробе с физической нагрузкой могут индуцироваться различные виды желудочков, выжелудочковых тахи аритмии, ну и в каких-то эксклюзивных случаях могут появляться наоборот в радиоритмии. Около трети здоровых людей имеют желудочковые нарушения ритма в ответ на нагрузку. Экстопия возникает при большой частоте сердечных сокращений в виде мономорфных суправентрикулярных или желудочковых экстрасистов. Опять же, это встречается довольно часто и не говорит о каком-то плохом прогнозе. Приблизительно 50% больных, страдающих ишемической болезнью сердца при проведении пробок с физической нагрузкой возникает разнообразная аритмия. В отличие от здоровых людей желудочковых экстрасистолий у больных с ишемической болезнью возникает как правило приотносительно небольшой ЧСС. То есть если у здоровых это уже тяжелая пахикардия, то для больных с ишемической болезни через сердце уже меньше 130 ударов в минуту и обратить внимание в восстановительном периоде. То есть мы уже закончили физическую нагрузку и тут начинает появляться аритмия. Почему так бывает? В момент ишемия еще сохраняется когда частота синусового ритма уменьшается и устраняется эффект овердрай на эктопический очаг. То есть что у нас это еще раз когда синусовый ритм работал на высокой частоте он соответственно подавлял эктопическую активность. Частота сердечных сокращений снизилась а ишемия еще сохраняется и появляются различные экстрасисты. Через пищеводное электрофизиологическое исследование под этим понимают совокупность методов электрической стимуляции сердца через пищевод. Показаны картиночки которые вместе с регистрацией через пищеводные электрокардиограммы во время нарушения ритма сердца позволяют оценить функциональное состояние в различных отделах проводящей системы и получить информацию о возможных механизмах возникновения аритмии. Воспроизведении одиночным электрическим импульсом парапхизма от ревентрикулярной рецепровкой тахикардии у пациента со скрытым синдромом Больф-Паркинсом-Лайта. То есть видим на электрокардиограмме электрический импульс вот это вертикальная стрелка и после этой вертикальной стрелки появилась у нас тахикардия. Оккупирование парапхизма тахикардии часто стимуляцией предсердий. Значит видим тахикардию то же самое мы видим тахикардию и навязывается ритм который превышает частоту тахикардии. Ну и соответственно появляется как раз то что называлось overdrive suppression на этом фоне снова устанавливается обычный синусовый ритм. Тахизависимая функциональная блокада правой ножки пучка при частоте стимуляции 100 импульсов в минуту. То есть вначале мы видим нормальная форма желудочкового комплекса подали кардиостимуляцию с высокой частотой и форма желудочкового комплекса начинает изменяться. Опять же это не желудочковая тахикардия то есть это тахикардия то есть зависимая функциональная блокада обратите внимание. провентрикулярная тахикардия и узловая тахикардия наиболее частое в общем-то явление для этого вида тахикардии характерно учащение ритма до 140-180 ударов в минуту обусловлены индивидуальными особенностями строения отривентрикулярного узла или патологической активностью одного из зрения в проводящей системы сердца на уровне предсердий. То есть видим, что комплексы узкие и при этом зубец П практически накладывается но даже немножечко позже чем желудочковый комплекс его можно увидеть. Претербная классическая тахикардия что мы видим здесь? Мы видим здесь узкие комплексы то есть формы комплексов не измененные они обычные и зубцы П тоже они как бы измененные формы но они все-таки перед QRS то есть немного может быть накладывается но все-таки перед QRS еще раз то же самое смотрим на увеличенном на увеличенной картинке в отведении АВР тоже здесь зубец П должен быть в норме отрицательный здесь мы видим что он четко двухфазный и практически накладывается на QRS то есть измененный зубец П механизм повторного обратного входа импульса реэнтрия механизм рецепрокной тихикардии при синдроме Вольф-Паркинсон Уайта импульс из предсердия через атривентрикулярный узел распространяется на желудочке после их возбуждения по дополнительному пути возвращается к предсердиям вызывает их повторное возбуждение и вновь через атривентрикулярный узел проводится на желудочке движение иногда может происходить и в обратном направлении синдром Вольф-Паркинсон Уайта подобная циркуляция импульса может сопровождаться высокой частотой сердечных сокращений больше двухфот ударов то есть мы видим что зубец П накладывается как бы на QRS имеется дельта волна за счет чего комплекс QRS расширяется дезорганизованные электрические сигналы мерцательная аритмия или же фибрилляция предсердий наиболее распространенная форма наджелудочковой аритмии которая характеризуется хаотическим сокращением отдельных мышечных волокон предсердий с частотой четыреста шесток в минуту то есть форма волн она какая-то хаотичная они не похожи одна на другую ну и соответственно расстояние РР тоже слегка меняется атривентрикулярный узел сердца выполняет роль фильтра частоты проведенных желудочков и импульсов способен провести примерно 140-200 импульсов в минуту поэтому при фибрилляции предсердий лишь часть этих импульсов достигает желудочков их сокращение происходит довольно хаотично синусы в узел при этом теряет свою функцию водителя ритма желудочковая пахикардия тяжелая аритмия проявляющая сокращением желудочков с частотой 150-200 минут при этом очаг возбуждения находится непосредственно в одном из желудочков сердца молодого возраста эта аритмия чаще обусловлена структурными изменениями правого желудочка аритмогенная дисплазия в пожилом возрасте чаще наблюдается после перенесенного инфаркта миокардом может быть кардиомиопатия миокардит опасность этого нарушения ритма определяется его высокой вероятностью перехода уже в фатальное нарушение ритма фибрилляции мерциальных желудочков дифференциальная диагностика наджелудочковых тахикардий наджелудочковые тахикардии у нас тахикардии с узкими комплексами это может быть предсердная тахикардия наиболее часто тахикардия атривентрикулярная или автодромная автодромная то есть идет когда в обычном прямом направлении тахикардия при синдроме Вольф-Паркенфонуай что смотрим отношения зубца-П и комплексов QRS при предсердной тахикардии зубец-П виден он деформирован но он перед QRS при атривентрикулярной тахикардии как правило зубца-П вообще не видно он сливается с QRS ну и при ортодромной тахикардии то есть зубец-П определяется он наслаивается на сегмент или даже на зубец то есть он после QRS признаки предвозбуждения при синусовом ритме то есть при предсердной яовой узловой тахикардии таких признаков нет при синдроме Вольф-Паркенфонуайта соответственно у нас имеется укорочение интервала кульку и наличие дельта-волды то есть есть признаки предвозбуждения ананжелудочковая тахикардия при синдроме Вольф-Паркенсонуайта она может быть ортодромная то что сказали когда идет прямое прохождение и в редких случаях это порядка 15% она может быть антидромная антидромная тахикардия характеризуется более высокой частотой фермеричных сокращений но вообще они больше похожи на желудочковые тахикардии по всем своим скажем параметрам то есть это тахикардия с широкими комплексами за счет того что имеется деформация дельта-волды дифференциальная диагностика желудочковых и наджелудочковых тахикардий то есть связь зубцов В и комплексов QRS при желудочковой тахикардии их нет то есть как правило зубцы П видны плохо но если они где-то есть то они сами по себе где-то проскальзают а при наджелудочковой тахикардии такая связь есть она четкая но про это мы говорили они соответственно могут быть перед QRS наслаиваться или могут быть после а длительность комплекса QRS при желудочковой тахикардии это тахикардия с широкими комплексами 140 миллисекунд и более а наджелудочковой тахикардии как уже говорили форма комплекса не меняется комплекс узкий до 100 миллисекунд массаж каратидного синуса при наджелудочковых тахикардиях это довольно полезное мероприятие в отдельных случаях ритм может восстановиться ну или по крайней мере он станет меньше при желудочковых тахикардиях особо какого-то положительного влияния не будет использованием препаратов веропамил препарат первой линии при желудочковой тахикардии он нам никак не поможет при наджелудочковых тахикардиях но опять же если ритм даже не восстановится то он по крайней мере станет меньше лидокаин никак не окажет влияние на наджелудочковой тахикардии И при этом полезен при желудочковых тахикардиях. Ну и вот последняя колоночка нарушения гемодинамики. То есть наджелудочковая тахикардия, как правило, благоприятная. То есть даже если пациент испытывает, скажем, существенный дискомфорт, с точки зрения прогноза для жизни здесь прогноз хороший. А желудочковой тахикардии все достаточно сложно. Тяжелое нарушение гемодинамики, частое развитие аритмического шока и возможный переход в фатальную аритмию. Дифференциальная диагностика адривентрикулярных блокад. Ну с чем, соответственно, это надо проводить? Может быть, тинатриальная блокада, блокированная экстрасистола из предсердия в расведенении, предсердно-желудочковая диссоциация. Анализ электрокардиограмм в отведениях, при котором хорошо видны зубцы П, позволяет выявить период пауз выпадения только комплекса QRS, что характерно для предсердно-желудочковой блокады второй степени. Вот видим на картинках. Соответственно, атривентрикулярная блокада сверху у нас четко с проведением 2 к 1. На 2 лица П приходится 1 QRS. На нижней картинке мы видим выпадение отдельных комплексов. То есть зубец П везде есть, а расстояние ПК увеличивается и увеличивается, и после чего происходит одно выпадение. Тип МОБИЦ-1. Наливки на электрокардиограмме зубцов П следующих независимо от контекса QRS. С большей частотой отличают полную от ревентрикулярную блокады от выскальзывающего ритма из предсердно-желудочкового соединения. Или идеовентрикулярного при остановке синусового узла. То есть что мы здесь видим? Мы видим зубцы П. Они идут в своем правильном ритме регулярном, а при этом QRS от них никак не зависит. Беременность. Последняя часть нашей лекции – это аритмия у беременных. Располагает к экстрасистолии, особенно в третьем триместре, из-за высокого стояния диафрагмы. Эмоциональное возбуждение также способствует возникновению экстрасистолии. На рисунке мы видим экстрасистолу. То есть экстрасистола с зубцом П, но зубец П у нас отличается от остальных. То есть он у нас является отрицательным. И, соответственно, возникает после QRS уже неполная компенсаторная пауза. То есть предсердная экстрасистола. А пароксизмальная тахикардия во время беременности встречается реже и может развиваться у здоровых женщин во второй половине беременности, исчезая после родов, что указывает на ее рефлекторное экстракардиальное происхождение. Так что мы здесь видим? Мы видим пароксизм тахикардии, то есть узкие комплексы. Зубец П у нас наслаивается на QRS, то есть мы его не видим. И дальше идет восстановление синусового ритма. Приступ при питании предсердий характеризуется предсердным сокращением 130-160 даже до 220 ударов в минуту. Ритмичностью, внезапностью возникновения и окончания. Жалобы на сердцебиение и чувство дискомфорта. При затяжном приступе боли в области сердца, головокружения, слабости. Электрокардиограмма позволяет установить источник тахикардии наджелудочковой, предсердной или узловой и желудочковой. Последнее свидетельствует о глубоком поражении сердца и вызывает или усугубляет сердечную недостаточность пароксизмальной тахикардии. Что у нас может быть использовано для лечения беременных? В первую очередь успокаивающие средства, такие как, например, валерьяна. В каких-то более тяжелых случаях могут использоваться производные бензодиазепинов, например, линь. А если нет эффекта, стимуляция блуждающего нерва, односторонний массаж каротидного синица. При отсутствии эффекта внутривенное введение изоптина, аверопамила. А при сердечной недостаточности могут быть использованы сердечные гликозиды, такие как страфантин внутривенно. Опять же, все это должно быть разумными мероприятиями. Мерцательная аритмия. Наиболее частая и опасная форма эстопической аритмии связана, как правило, с органическими заболеваниями сердца. Мерцательная аритмия при беременности опасное осложнение, а материнская смертность при ней составляет 20%, перинатальный – 50%. А родоразрешение с учетом нарушения кровообращения проводится одномоментным кесаревым сечением. Лечение. А при мерцании предсердий нужно, во-первых, тахисистолическую форму перевести в норму систолическую. Для этого могут быть использованы небольшие дозы сердечных гликозидов и препараты калья. А электроимпульсная терапия противопоказана из-за опасности от слойки плацент. В случае использования непрямых антикоагулянтов после родов кормить ребенка грудью нельзя из-за опасности геморрагических проявлений. Наиболее безопасным и достаточно эффективным средством является дигоксин – сердечный гликозид. Класс рекомендации 1 – уровень доказательности С. В общем-то достаточно хороший. Далее следует метапролол. Это у нас селективный бета-адреноблокатор. И саталол – это комбинированное как бы средство 3-й класс, то есть сочетание бета-блокирующего и калевые каналы. Реже применяются фрокаинамид, пропофенон и верофамид. Для профилактики аритмии у беременных не следует использовать амиодорон. То есть амиодорон – это у нас очень широко используемый в аборитмологии препарат. Но в данном случае то, что он у нас является йод-содержащим, большая доза йода в этом препарате, возможность возникновения задержки развития, брадикардии, гипотонии и врожденного гипотериодизма. Нарушение проводимости. Различные блокады, проводящие системы на разном уровне. Тенорекулярные, претердно-желудочковые и желудочковые. Наибольшее значение имеет претердно-желудочковые нарушения проводимости. Женщины из третьей степени нарушения проводимости, а беременность противопоказана. В других случаях можно вынашить. Вот мы видим соответствующую картину. Атропин и уфилин понижают степень блокады, увеличивают число сокращений желудочков временно и могут быть использованы в родах. Ну вот представлены препараты. Атропин и сульфат. То есть атропин и сульфат обычно 0,5 мл делается, может использоваться до 2 раз в день. И соответственно раствор уфилина по 5 мл, 2,40% раствор. Обычно разводится на 200 мл из раствора и используется для внутривенного капельного введения. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.